Внимание! Добрый вечер! С вами «Нефакты». Сегодня в выпуске. В связи с отсутствием снега Кубань будут посыпать тертым пенопластом. Так планируют обмануть природу, чтобы сохранить урожай. Ферма по разведению ворон наконец-то появилась в Старомышастовской. Эти птицы пользуются огромным спросом для съемок в блокбастерах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дидюля пришел в Ташкент с концертом. Женская сборная Замбии по бобслею готова к Олимпиаде в Сочи. Рыбак из Ирландии поймал рыбу хлеб на хлеб. Отсутствие снега на Кубани грозит плохим урожаем. Чтобы помочь аграриям, создали специальный комитет по контролю и коррекции климата. Специалисты ведомства предлагают использовать новейшие разработки для стабилизации ситуации. Чтобы обмануть природу, они решили засыпать всю Кубань тертым пенопластом, так как он очень похож на снег. Вот дерево, например. Увидит, что все вокруг белое. И передумает распускаться. А зимом тоже будет тяжело сходить сквозь пенопласт. К тому же кубанские дети смогут играть в снежки. Ну вот. Не отличить ведь. Догоняй! Догоняй! Для распространения пенопласта закуплены специальные пенопласторазбрасыватели. Эти аппараты не дешевые, поэтому их на Кубани будет два. Расположатся они в разных частях края. Основной же упор сделали на труд 15 тысяч волонтеров. Они будут разбрасывать по краю наваленный спецтехникой пенопласт. По итогам работ лучших из них наградят путевкой в Сочи на уборку олимпийской деревни. Эксперты отмечают, что при всей пользе пенопласты есть некоторые нюансы, которые необходимо учесть. Первое, это то, что пенопласт не очень хорошо тает. Мы еще пока точно не знаем, что будем делать весной, но до этого еще дожить надо. Второе, это легкая воспламеняемость. Поэтому мы запрещаем курить на всей территории Кубани в период зимнего пенопласта лежания. Очень рады снежным нововведениям не только аграрии, но и охотники. По их словам, снег – это повод зайцам поменять шкуру в этом году. Заячье поголовье стало настолько непрезентабельным, что даже охотничьи собаки брезгуют дотрагиваться до грязной и побитой временем зайчьей шкуры. Остается добавить, что следующим регионом, который примет пенопластовую зиму, станет Ставропольский край. По прогнозам метеорологов, именно в их сторону будет дуть ветер в апреле. На Кубани гастарбайтеры будут сдавать дополнительные экзамены. Об этом в своем сюжете расскажет наш специальный корреспондент Степан Маврин. Как известно, в 2012 году Госдума приняла закон, обязывающий проверять мигрантов на знание великого русского языка. Кубанские власти посчитали это недостаточным. Они предложили ввести обязательные экзамены по предметам, соответствующим будущей профессии соискателя. Каждый соискатель должен знать предмет своей работы. Поэтому, кроме экзамена по русскому языку, будет еще обязательным кубановедением. Видите ли, бывает, подойдешь к мигранту, спросишь, где убили Корнилова? А он вдруг кричит, вы ничего не докажете, и убегает. Стыдно, друзья, стыдно. Для тех, например, кто собирается работать дворником, дополнительными экзаменами станут природоведение и физкультура. Природоведение позволит предугадывать опадание листвы с разных деревьев, а значит, максимально точно определять фронт работ. Физкультура поможет более точно ориентироваться в физических возможностях человека, ведь они, как известно, безграничны. Будущие строители будут сдавать основы архитектуры, начертательную геометрию и, конечно, пение. Сильный голос – это залог безопасности на любой стройке и приятное времяпрепровождения в обеденный перерыв. Добавлю, что профессию каждый мигрант сможет выбирать сам. Здравствуйте. Здрасте. Почему вы не сдали ни один экзамен? Не знаю. А какие экзамены должны были сдавать? Не знаю. А что вы тогда здесь делаете? Греюсь. Иштенбек не единственный, кто не смог сдать экзамены. Кстати, непрошедшие испытания тоже смогут работать на Кубани, но на них соотечественникам официально разрешено смотреть с пренебрежением. Предприниматель из Старомышастовской создал ферму по разведению «Ворон». На первый взгляд, и по бухгалтерским документам, это совершенно убыточное предприятие. Но и Пэка Нарейкин считает, что эти птицы очень востребованы в кинематографе. Он уверен, что ни один мистический фильм не может обойтись без ворон. Ворон можно увидеть и в ночном дозоре, и в сумерках. По словам предпринимателя, большой удар по поголовью птиц нанес фильм «Обитель зла». Именно после него возник дефицит этого рабочего материала. Понимаете, всем нужны вороны. Голливуд, Болливуд, Дискавери, Таджик научфильм. Все как с цепи сорвались. Вот в этом «В иронии судьбы», новая версия, «Высоцкий, спасибо, что живой», ни одной вороной. Дефицит. Как говорит сам Канарейкин, своевременное появление ворон в киноленте может спасти даже отечественный кинематограф. Например, появись вороны в финальной сцене фильма «Мушкетеры. Возвращение». Это заметно оживило бы картину. А выдавать в эфир кинофильмы с участием Гоши Куценко вообще нельзя без ворон, считает Канарейкин. К сожалению, пока только иностранные кинокомпании проявляют интерес к кубанскому сырью. Мы собираемся снимать птицы-убийцы по кингу. Если бы не Канарейкин, пришлось бы отложить съемки. Потом планируем снимать помидоры-убийцы. Но с этим проще. Помидоры в Турции возьмем. Контролировать воронье стадо Канарейкину помогают инновационные технологии. Каждой воронье вживляется сим-карта прямо в мозг. С помощью смс-рассылки он отправляет координаты съемочной площадки. Это позволяет воронам находить место работы. Единственный минус – это когда приходят обратные смс-сообщения. В основном по ночам. С текстом «Спишь» или «Чё делаешь». Канарейкин своим примером доказывает, что у малого бизнеса на Кубани большие возможности и множество развивающихся отраслей. Жители района «Поле чудес» объявили о своей автономии. Как сообщил пресс-секретарь консьержа элитного особняка номер 32-7, у них достаточно средств, чтобы считаться суверенным государством. Сначала жители хотели назвать новую страну СССР – союз самых социально реализовавшихся. Но потом решили ничего не менять и назвали просто «Республика Поле чудес». Соединенные Штаты Америки уже признали независимость Поле чудес и по-дружески попросили присмотреть за системой ПРО пару десятилетий. «Мы готовы пойти на некоторые уступки в пользу России. Например, мы не будем вводить визовый режим, а просто закроем въезд для всех». Национальной валютой станут 200-граммовые золотые слитки с лицами всех жителей района. Каждый житель будет печатать свои деньги сам. Слитков, чьим лицом окажется больше, тот и станет президентом. А тот, кто окажется на втором месте, не станет никем, так как президент сам выберет премьера. Официальным представителем в России станет популярный телеведущий Леонид Якубович. Так как он еще в 90-е запатентовал слова Поле и чудес. Опыт получения суверенитета попробовали перенять и другие районы Краснодара. Среди них Пашковский. Его жители утверждают, что аэропорта им хватит для влачения достойного существования долгие годы. На Кубани разрешат продавать алкоголь после 22 часов. Все подробности у нашего специального корреспондента Сергея Жигала. Депутаты решили пойти на встречу кубанцам. По многочисленным просьбам они внесли изменения в закон о продаже ночного алкоголя. Теперь алкоголь можно купить в день своего рождения, в государственные праздники и в рабочий отпуск. Но мы же не звери. Бывает, отмечаешь, а не хватило. Идешь в магазин, а там ничего не продают. Отсюда стресс. Как следствие воровство, членовредительство, ну и вообще плохое настроение. Мы готовы идти навстречу гражданам. Единственное, что нужно сделать, чтобы вам продали ночью алкоголь, это предоставить продавщице специальный сертификат. Есть уже первые кубанцы, пожелавшие воспользоваться нововведением. У меня в конце апреля день рождения. Я решил подстраховаться. Вдруг не хватит. Так здорово, что сейчас появилась возможность прикупить ночью водочки. А то раньше все время после праздников было ощущение, будто не допил. Кроме справок из наркодиспансера, психиатрической поликлиники, от участкового и с места работы, для возможности купить спиртное ночью необходимо согласие всех членов семьи. Следующим шагом должно стать письменное одобрение жильцов многоквартирного дома. Если вы проживаете в частном секторе, то всего квартала. Если вам удалось собрать необходимые справки, остается только отправить их на рассмотрение алкогольной комиссии. В течение недели вас пригласят на собеседование, а по его итогам выдадут сертификат на покупку ночного алкоголя. И не забудьте, сертификат дается на конкретную дату и действует с 22.00 до полуночи. Извините, ваш сертификат просрочен. Сейчас без пяти часов. Как? А если... Ну подумайте просто... У меня на этом все. Далее новости спорта с Евгением Бондарем. Здравствуйте. Арабский шейх решил купить футбольную команду станицы Старощербиновской. Кубань в очередной раз доказывает статус самого привлекательного региона для инвестиций. Эмир Дубая Мухаммед Бен Рашид Аль Мактум заявил следующее. Сейчас модно вкладывать деньги в экстравагантные проекты. Конечно, я не рассчитываю переплюнуть производство Юмобиля или реформы российского ЖКХ. Футбольная команда Старощербиновской – самое то. Новоиспеченную команду решено было переименовать в Старощербиновские мастодонты. Команда еще не сыграла ни одного матча в российском чемпионате, но уже находится на четвертом месте в турнирной таблице. После долгих переговоров руководству клуба удалось выкупить это место у Кубани. Многие скажут, что нельзя вот так просто взять и начать чемпионат с четвертого места. Можно, можно. Главным тренером станет бывший наставник Барселоны Хосеп Гвардиола. После того, как он побывал на даче Фабио Капелло, он считает российский футбол очень перспективным. То, что Гвардиола подписал контракт с Мюнхенской Баварией, никак не помешает именитому тренеру работать на Кубани. По его словам, он будет отпрашиваться у директора Баварии уйти пораньше, чтобы потренировать кубанских футболистов. Кстати, Гвардиола уже начал новую практику. Звезд мирового уровня в команде Старощербиновские мастодонты не будет. Мы набираем тех, кто по-настоящему знает, как играть. Я был в кубанских барах и слышал, что там говорят болельщики во время матчей. Там одни профессионалы. Они точно знают, как правильно играть. Вот с ними-то мы и будем работать. Сейчас ведется кастинг людей, которые хотят попасть в команду. Рассматриваются абсолютно все варианты. Как сообщил анонимный источник, на кастинг пытался тайно проникнуть Аршавин. Его узнали, когда тот не забил гол и сказал жюри, что это их проблемы. Добавлю, что следующий матч Старощербиновских мастодонтов состоится 25 февраля. Противником станет московский «Спартак». Для тех, кто не сможет прийти, сразу сообщаем результат матча 3-1 в пользу кубанской команды. Это были все новости за неделю. Смотрите «Не факты», оставайтесь в курсе самых последних событий и никогда не выпадайте из информационного поля. Не факты. Нам можно.